Привет, вы на канале TradeFact, с вами Глеб и экстренное включение по XRP. Что прямо сейчас происходит у нас в стакане в ленте сделок и какие у нас ближайшие цели фиксации, куда может еще прийти цена и где нам стоит откупать. Сразу вам хочу показать крупные сливы, крупные продажи на отметках 43-44 цента. Смотрите, по HitBTC рекордная сделка я пока что выше не видел, 272 тысячи одной котировкой продали. Вот снова продали, 266 тысяч, видите да, с какой скоростью у нас мелькают крупные ордера. И 60 тысяч продажи, 76 откупили, видим да, что у нас сейчас преимущественно происходят продажи, причем довольно огромного объема, ну как минимум средний игрок сбрасывает свои позиции. К стакану мы вернемся немножко позже, давайте сейчас рассмотрим графически, что у нас здесь происходит. Сразу хочу вам напомнить, что у нас есть вот такой вот восходящий канал, который у нас уже 255 дней формируется, довольно четко отрабатывает. И мы сейчас подошли к его верхней границе и немножко пробили. На момент этого пробития мы можем улететь еще немного вверх, допустим, до 45,3. А 45,3 смотрим по графике. У нас отличный исторический уровень, который уже горизонтальный уровень, и который себя довольно классно показал на практике. То есть, о чем это говорит, что на отметках с текущих центом 43-44 в этом, скажем, диапазоне до 45, я бы уже частично делал какие-то первые разгрузки, несмотря на то, что мы там пробили данный восходящий канал. Пробили мы пока мимолетно, мы не закрепились, мы не ушли значительно выше. Поэтому, чтобы не нести дополнительные риски, я бы здесь уже фиксировал свои позиции. Идем дальше. Какие у нас следующие цели? Отметка 56,8. Мы видим, что это графически тоже довольно сильный зеркальный уровень. Это один из вообще сильнейших уровней по графике на ближайший какой-то диапазон, на временной диапазон, куда мы можем прийти. И это отметка 56,8, потому что здесь у нас есть очень четкие соприкосновения и попадания. То есть, цена сегодня сделала уже там более 30%, чтобы дойти до данной отметки, нужно сделать суммарно 71%. В теории это возможно, но на практике я не думаю, что до конца сегодняшних суток мы достигнем этих отметок. Но тем не менее, там за завтрашние сутки, после небольшой коррекции, мы к ним можем, в принципе, с легкостью подойти. XRP это такой актив, который стоит-стоит на месте, а потом просто взрывается. И такие взрывы у нас в истории были довольно часто. Можем посмотреть, например, там октябрь-сентябрь 2018 года, когда все стояло на месте, то XRP там за неделю даже меньше сделал 185%. Вот здесь у нас какая-то похожая история намечается. Это, конечно, не значит, что мы сейчас уйдем там за 50 центов за там день, за два, но тем не менее, это значит, что мы уже находимся в активной фазе. Сейчас у нас просто все очень сильно выкупается, продавец продает, но тем не менее покупатель доминирует и он сильнее. Так вот, первый диапазон это 43 цента, 45 центов для разгрузки, второй диапазон это 50, там, скажем, 56 центов, 57 центов для разгрузки. Здесь бы уже разгрузил, скажем, нормальную часть капитала, где-то 20-30% от позиции, с учетом того, что она у вас уже закрывается в плюс. То есть это значит, что вы набирали ранее по более дешевым ценам. Вот, что и касается коррекции, куда мы можем скорректироваться и где нам стоит начинать подбирать актив. У нас есть классный диапазон, это 34-32 цента, не факт, что мы сюда придем, но тем не менее, только здесь я бы начинал покупать. Сразу вам хочу сказать такую вещь, что покупать прямо сейчас или при небольших коррекциях, там, если мы на 40 центов сходим, на 39, на 38, это очень опрометчиво и может с вами, скажем, рынок сыграть злую шутку. Допустим, скажем, ситуация, как здесь, вы покупаете чуть пониже, там, по 68, по 67, да, так как не на самом хай, и потом цена вот так вот уходит вниз на 40%, а потом еще ниже. Здесь у нас может быть подобная история, вы сейчас откупите, например, там, по 40, по 38 центов, цена еще пойдет немножко вверх, там, до 50, а потом резко оборвется. Если вы там не продали на 50 центов, то вы будете еще очень долго сидеть и холдить XRP, поэтому очень аккуратно сейчас с покупками, я знаю, что купить очень хочется, кажется, что он идет сейчас на 56 центов, а потом на 70, а потом на доллар, но будьте, оставайтесь с холодным умом и все-таки торгуете по какой-то системе, по уровням, иначе, если сейчас входить в покупки, все очень плохо может кончиться. Это важно понимать. И сразу давайте теперь посмотрим стаканы. Что по стаканам происходит? Смотрим, обращаем внимание на беды. Binance, видим, очень плотно к текущей цене стоят у нас беды от 60 тысяч до 80, крупные начинаются уже с 0,4, по битстампу ситуация похожая, только здесь у нас еще плотнее все стоит и еще больше котировки, там, 100 тысяч, 250 тысяч. Bitfinex, все раздроблено на очень-очень мелкие котировки, все стоит плотно, объемов просто огромное количество, то есть у нас беды сейчас защищает покупатель. И смотрим Kraken. По Kraken у нас история, в принципе, похожая по всем биржам, что вблизи к текущей цене у нас стоят очень крупные котировки, там почти что 200 тысяч, 150, 100 тысяч, там по 50 тысяч стоит. То есть это говорит о том, что покупатель у нас сейчас, ну, как минимум, создает крупный капитал с ширмы для того, чтобы цена не уходила сильно вниз и, возможно, уже начинает частично разгружать свои позиции. Что касается ASK, у нас также, да, все наставлено. И вот эти ASK, кстати, это уже не ширма, это действительно идут продажи. И продажи, скорее всего, как среднего капитала, так, возможно, и в краткосрок крупного капитала. Возможно, у крупного капитала абсолютно другая, скажем, позиция, идеология. Он хочет, там, продать, там, по доллару и выше. Но, тем не менее, как краткая спекуляция, да, на этом выносе и потом переоткупить, это, возможно, тоже входит в план крупного капитала. По крайней мере, стакан говорит сейчас нам о том, что у нас беды защищаются. Ну, по крайней мере, ширмой ставятся, чтобы не сильно торопились с тем, чтобы цена уходила вниз. И у нас идут сейчас преимущественно продажи. Об этом нам говорит как лента сделок, которую я в самом начале вам показал, так и, в принципе, стакан нам тоже об этом говорит. Так вот, еще раз давайте подведем итог. Что покупать стоит, начиная с данных отметок? Это первые уровни, где бы я покупал. Это район 32-34 центов. Если мы будем опускаться ниже, отлично. Можно откупать уже на любом уровне, который вы видите здесь. Но покупать там по уровню, там, от 38 центов и выше, сейчас слишком опрометчиво. Я бы это вам делать не советовал. Даже с учетом, что мы там можем уйти еще вверх. Это уже очень опасно и несет довольно большие риски. Первые разгрузки, я сказал, я бы сделал в этом диапазоне, начиная с текущих цен. Вторые разгрузки я бы уже делал здесь. Можем ли мы уйти выше? В принципе, можем. Как в рамках даже трех дней, недели, мы можем уйти выше. Но это уже получается сверх риск. И подобная история, как у нас была в сентябре, когда мы за неделю с 29-30 центов ушли на 76. Но потом с такой же силой, с такой же скоростью мы упали вниз. Здесь может быть у нас подобная картина. Для тех, кто холдит рипл, там, скажем, месяцами, готов еще пересиживать, там, не один месяц и больше, то вы можете только частично, чуть-чуть маленькую позицию начинать скидывать, там, с отметок 45-56, если она у вас уже в плюсе. А если вы все-таки готовы, там, посидеть полгода или больше, то можете вообще не реагировать на этот всплеск и дожидаться своих целей. Не знаю, какие у вас там цели. 70 центов, доллар, два, три. И уже продавать по достижению данных отметок. Собственно, по включению у меня, наверное, все. Я вам рассказал ближайшие уровни сопротивления, ближайшие уровни поддержки, что сейчас не стоит паниковать, не стоит ни в коем случае покупать. Можете плавно начинать сбрасывать свои позиции. Отметки рассказал, показал вам стаканы, что прямо сейчас происходит. Вот эти вот все ширмы, которые происходят на бедах и не пускают цену. Показал, что в ленте сделок у нас идут очень крупные продажи, где в единственной котировке там 100 тысяч, 200 тысяч, вплоть до 300 тысяч. Вот. Теперь решение принимать вам, что с этой информацией делать. Надеюсь, включение было для вас полезным. Если так, если это было так, то поставьте, пожалуйста, лайк под видео и напишите об этом в комментариях. У меня, в принципе, все. Желаю вам хорошего дня. До свидания.